По-настоящему рождественскую атмосферу в известной своей мягкой зимой Севастополь принес внезапный снегопад. Но непогода никак не помешала торжеству. К Покровскому собору пришли военнослужащие, представители казачества и семьи с детьми. Под колокольный звон миряне и священнослужители единой колонной начали крестный ход. Из года в год маршрут крестного хода остается неизменным. От собора процессия направляется на площадь имени Михаила Петровича Лазарева, а затем на площадь имени Павла Степановича Нахимова. Здесь, на главной площади города, благочины Севастопольского округа, протеерей Сергей Халюта проводит праздничный молебен. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сына и Святому Духу имени, преслаивая веки вековами. Мы сегодня молились о том, чтобы Господь умягчал наши сердца, чтобы Господь даровал нам любовь по отношению друг к другу, чтобы Господь соединял нас, чтобы мы были единым стадом Христовым, чтобы в городе нашем был не только мир и процветание, а было, прежде всего, конечно же, единство. К праздничным поздравлениям присоединилась председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Праздник этот в наши души несет любовь, надежду и дает нам опору, опору в жизни. Я желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы все в вашем доме было тепло, уютно и счастливо. Я желаю, чтобы ваши труды на благо родного Севастополя, Крыма, на благо России всегда увенчивались успехом. Участие в торжествах приняла также крымский сенатор Ольга Коветиди. Отметим, что ни губернатор города, ни его заместители не были замечены в мероприятиях, посвященных Рождеству Христову в Севастополе. Возможно, потому что разъехались на новогодние каникулы или же по какой-то иной причине. Хотя, например, еще в 2017 году от имени правительства севастопольцев поздравлял замгубернатора Вячеслав Гладков, а ранее в торжествах принимал участие Сергей Миняйло. Люди искренне поздравляли друг друга и старались поделиться духом торжества с окружающими. Меня переполняет благодать Божия, которая снизошла на нас. Видите, какая чудесная погода для православных. Это праздник начала, это повод быть лучше. Ведь Бог есть любовь, Бог есть добро, Бог есть забота о ближнем. И нам надо брать с Бога пример. Мы желаем всем севастопольцам, семьям, добра, мира, благополучия, деткам, чтобы выросли достойными людьми, понимаете, по-христиански, воспитанными. И самое главное, чтобы в каждой семье был мир и любовь. А из этого мира и любви складываются, если в каждой семье будет мир и любовь, то и в государстве нашем российском и в нашем Крыму будет мир, любовь, благополучие и добро. Кирилл Поповниц, Александрович, Севен Форумбюро.